В общем, с утра мы приехали на экскурсию на Эльбрус. Экскурсия начинается в 6.20. Уже в 6.20 приезжает такой вот автобус двухэтажный. И все начинают заходить, проверять билеты. Сейчас мы тоже зайдем в самый последний, чтобы там не толпиться. И поедем дальше. Именно с одного озера Тамбукан добывают знаменитые иловые сульфидные грязи, или мы говорим просто грязи Тамбукана. Их активно используют для лечения и оздоровления человека, причем на курортах кавказских минеральных вод, на курорте Найчик, на курорт... Сейчас слева будем проезжать Тамбукан. Не была здесь, наверное, лет 15, если не больше. О, есть. Обращайте внимание по левую ручку от нас. Озеро Тамбукан. А вот по правую ручку мы сейчас обратим внимание на очень скромную въездную стелу на территорию Кабардино-Балкарской Республики. Пожалуйста, по правую руку от нас она остается. Дальше наше путешествие с вами будет проходить по Кабардино-Балкарии. Вот озеро Тамбукан. Еще разочек на него бросить свой взгляд. Остается по левой руку от нас. Это сегодня самая низкая точка нашего маршрута. Высота 420 метров над уровнем моря. И от этой точки мы сегодня будем с вами подниматься вверх, причем подниматься очень серьезно. И сегодня нам предстоит познакомиться с одним из интереснейших районов Кавказа, одним из популярнейших районов Кавказа России и Европы. Российской академии наук физик Эмилий Ленц. Этого дяденьку вы тоже хорошо знаете по курсу все той же школьной физики. Вспоминайте закон Джоу Ленца. Направление, как это правильно сказать. Соответственно, возможно, этот район вам известен. Сам же массив Харахора с точки зрения геологов в чрезвычайной перспективе для человека. Здесь есть месторождение белого синонского известняка, из которого делают великолепную известь. Здесь есть месторождение вулканического тупака. Вот мы приехали. В общем, первая остановка в горах, в туалет все приехали. Сюда вот по автобусу нашу. Наш, вот посередине стоит который. Сейчас пройду, посмотрю, что у нас есть. Шкурки продают. В приключении, в том числе и пиолетовом, вixe с сыром и картошкой, на двое. А. вкусно что не футка масло на котором жарили растительно что заводались местных поляне чекеты на поляне эльбрус и на поляне нарзанов будут самые разные сувениры но некоторые мы с большим удовольствием рекламируем нашим гостям нравятся и соответственно нам приятно когда вам приятно так что на всякий случай имейте ввиду в последнее кабардинское селение в нашем путешествии в подошве эльбруса это поселок который называется Жанхотека селение Жанхотовых и название свое оно получило по фамилии старшего или главного князя здешних мест князя Жанхотова ну соответственно Жанхотека селение Жанхотовых это последний кабардинский поселок на этот участок особого внимания никогда не обращают и надо сказать очень зло это делают дело в том что именно по балке безымянного ручья проходит условная граница между территорией горной речной боксанской долины и территорией боксанского ущелья вот дальше наше путешествие будет проходить уже по боксанске прежде чем начинать выпасной сезон устраивали праздник на языческом капище приносили в жертву быка и молились в которую просили ему чтобы он своим подопечным в лодке заткнул камнями чтобы не соответственно терять чтобы не резали волки скот ну и естественно бы не теряли свое благосостояние и вот на память о том древнем языческом периоде истории Теснина и получила название Теснина Татура или Турира бога покровителя волков ну какой вам вариант больше нравится Та была представителями род человеческого достаточно давно порядка 15 тысяч лет тому назад здесь уже жили наши далекие предки и вот наши гости особенно те кто приезжают с равнины они когда в Теснину попадают а у нас участка поэтому проезжает Теснина круглогодично кроме всего обратите внимание через несколько километров попадем в межгорную котловину там вы леса вообще не увидите а раз есть лес значит будут вам ягодки грибочки корешочки здесь водится кабан здесь есть олень здесь есть заяц можно степень добычи себе пропитание это вообще идеальный вариант и вот развитие свое люди проходили как раз на этой территории но когда они обогатили Республика Кабардино-Балкария мы путешествуем сегодня по ее землям свое название получила по наименованию двух основных народов кабардинцев и болгарцев только благодаря нашему автомобилю мы доберемся до высоты отметки 2350 метров на уровне моря но для этой Ямала судить конечно вам и опять с чем вы будете сравнивать если с высоты джамалу но это немного но если вы вспомните они место где сходятся ущелья в нашем путешествии нас интересует участок по правую ручку от нас вот эта громадная насыпь которую очень часто принимают за дамбу ГЭС таковой не является ущелье это территория которая может похвастаться уникальным месторождением месторождением редких редкоземельных элементов и когда это месторождение было открыто соответственно для его разработки с правой стороны от нас находится такой зелененький сквер памяти с березками и с правой стороны вот видно частично то что осталось от горно-обогатительного комбината город Тернаус переживал разные времена в советское время это город был закрыт и с монопрофильной экономикой метод Тернаус переживал не лучшие времена развалился Советский Союз дело было уже как говорится не до военно-промышленного комплекса а именно его в основном снабжал комбинат соответствующими элементами и естественно соответственно соответственно это период когда невозможно было электрифицировать нашу вот только новички говорят я покорил вершину опытные альпинисты никогда так не говорят они говорят вершина меня опустила или гора меня опустила в общем мы идем сейчас на канавку будем подниматься наверх на гору вот прикольно сзади мы на Чигет приехали да на Чигет вот посмотрите вообще бомба здесь вообще ну воздух другой совсем чистый такой классный вот вот наша экскурсия идем на канавку взяли с собой такой вот куртки чтобы не сгореть сейчас мы поедем вот на этой канавке высота такая сейчас провели инструктаж пипец главное я не знаю как там снимать конечно с ней но что не придумаю главное чтобы телефон не выпал в общем это пипец моей боязни высоты чуть не охренел я не поднимал телефон не стал снимать потому что ну блин это реально я думал выроню его вот там короче поднимались я сейчас покажу это просто трэш что сказать мне было очень страшно еще уехали нам на встречу уже вниз спускались там женщина с ребенком мы спросили а спускаться страшнее чем подниматься она говорит да я вообще не знаю как спускаться а нам еще туда подниматься где мы то вдвоем ехали а там по одиночным надо ехать это вообще трэш вот как красиво вообще офигенно тут короче снег мы оттуда поднимались снизу вот вон люди идут вообще круто вот облака стоят вообще круто день самое блин очко вовремя снять вот сейчас как люди будут спадать вот надо в разные стороны бежать ну ладно так вот мы поднялись вот здесь вот наверху так классно вообще да это очаген да бомба когда поднимался очки потерял короче упали у меня там парень хорошо что их подобрал поднялся мне отдал ты думал уже все потерял блин только до их одеваешь эту штуку ну защелку короче столкнулся с кепкой упали вообще бомба вот 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 сейчас поднялись наверх здесь такая вот красота сделали пару фото классных видео сняли воздух вообще здесь бомба такой свежий чистый вообще круто вон тоже маленькое озеро какое-то такое синее классно вообще чтоб гор побольше было сейчас у нас июнь такой снежок летом а Да, прикольный такой. Такой необычный. Классный. Короче, держу телефон двумя руками, потому что боюсь, не дай бог, бы не выронить. Вон он Андрей впереди едет. Если честно, прям очково. Но вид просто шикарный. Это горные реки спускаются. Ледник тает и образуют горные реки. Облака, ощущение, что вот они, прям рядышком. Но, кстати, здесь еще не так высоко. Мы поднимались на сдвоенной такой, получается, канатке, где по два человека. И вот там было немножко пострашнее, там значительно выше. В общем, мы спустились. А Шуша заложила? Да. В общем, спустились мы оттуда. Снимать я не стал оттуда, потому что я побоялся, что телефон... А я тебя сняла. Сняла? Блин, я побоялся тебе телефон выронить. Я тоже боялась, но я тебя сняла. Да, прикольно. Ну ладно. Значит, и выложим. Сейчас мы уже едем дальше на Эльврус. Вообще классно. Вообще прикольно здесь. Время прям загорелся в следующий раз. Спасибо. А вон и сам Эльврус, то есть две вершины, но они пока в снегу плохо видно. Вот это, точнее, снегу в облаках плохо видно. А вот он, домик прикольный. Его, так полагаю, тоже можно снимать на сутки. Там ночевать и смотреть на классный вид. Только открывается вид. Вообще бомба. Бомбический вид. Сейчас дальше поедем не спускаться по этой канатке. Поехали. В то мы самые последние уже все спустились, а мы самые последние все не спустились. Тут тоже продают сувениры всякие местные жители. Кафешка здесь есть. Ну блин, если бы было по большему времени, мы бы там еще что-то гибку пили бы, поели бы. Тут блин, ну ограниченное время. На Эльбрусе поедем. Ну да, на Эльбрусе поедем. Сейчас, а где наш гид? Вот, на посадку вниз. Посадка вниз. Такая посадка. Мы... А? Ну, в магнитике 150 рублей стоят с фотографиями. Вот очередь. Цены на то, чтобы подняться. Две канатки мы проходим двойной, поднимаемся и на одинарный, поднимаемся на самый верх. И дальше спускаемся на одинарный и на двойной, спускаемся вниз. Вот на одного человека подняться полностью наверх и спуститься по 100-900 рублей. Какие абонементы покупали? Ну, я считаю, это что-то вообще недорого, это прям дешево. Вот за самую экскурсию по моему канатку заплатили 1200 человек. То, что мы видели, что нам рассказали. Пока еще не все видели, но мне кажется, это прям достойно. Ну да, это круто прям. Оно так устойно. Вообще, вот тут вид вообще бомб, бомбический. Вообще, блядь. Я не знаю, ты даже не видишь, что такие места в России есть. Я, если честно, думал, такого нет, да. Да, вообще классно. Теперь будем каждый раз приезжать в Пятигорд домой и каждый раз будем ездить в горы. Все горы объездим. Я сюда бы еще вернулся. Вот сюда прям хочется вернуться. А уже не страшно было? Нет. Вот обратно, кстати, спускаться вообще не страшно. Да, мне тоже было не так страшно. Я даже осмелела и телефон достала. Да, вот в первый раз страшно подниматься. Да, это все спокойно. Да. Ну вот, если видно, вон там они едут, поднимаются. Вообще круто. Вон там уже вниз спускаются. Сейчас я телефон спрячу, боюсь его в карман ложить, чтобы он не вывалился. Так, вот мы купили. У меня на лице читался ужас. Мне было страшно. Я еще вцепилась. Не, приходим, в Москву отвезем, повесим на холодильничку. Всякие местные штучки продаются. Но мы потом дам вам покупать. Блин, здесь классно. Здесь бы где-нибудь квартирку прикупить бы. Кавказскую обсерваторию. А вот гора, по которой мы путешествовали слева, падаясь по левую ручку, если глазки поднимите повыше, там по гребню, он самый глазастый увидит опоры канатной дороги. Вот когда мы поднимались по Чебету, мы смотрели с нами сюда вниз, в сторону поселка Терскол, пик Терскол, любовались красотой Эльбруса. Кроме всего, мы посмотрели величественную панораму главного Кавказского хребта. Познакомились с вершином, несколько кусков, и в этом случае она... Специфический гребень, это лавиносброс, который не позволяет лавинному снегу переходить, перетекать через... ...что здесь входят лавины. Летом они не представляют для нас опасность. Для того, чтобы не было проблем с этим моментом, греб, выпадение большого количества снеговых осадков, как только Эльбрус стал осваиваться как горнолыжный курор, а это середина 70-х годов прошлого столетия, соответственно, в этом районе был создан специальный противо... Так, вот мы спустили, это приехали на Эльбрус. Получается, сейчас все идем на канатку. Нам объяснили, куда идти. Здесь уже получше будут поднять, уже в таких капсулах. Так, мальчишки и девчонки, видите, волшебное слово написано, в проках. Заходите в проках, и там говорят, вот, кому надо, идите и сюда вернуйтесь. Кому не надо, вот пять минуточек. Так, нам оба, надо на дорогу. А нам вся на месте? Все, мы получили такие билеты, держи. Сейчас мы будем проходить турникеты. Здравствуйте, мы прилагаем. Здравствуйте, мы прилагаем. Проходим туда. Есть место еще? Одно. Одно место. Находим в зону фасадки. В зону фасадки. Проходим в зону фасадку. Чуть-чуть. На кровь. Ой, мама. А может, они, наоборот, не расстреляют? На пушки не похожи. Именно на пушки и похожи. Музыка. А что, не в чем? Ой, мы там по-ланде. короче мы поднялись оттуда снизу вверх это нас 1 вот как красиво вообще бомба камни такие вообще круто все в снегу мощно да так прям классно бутербург я буду покупать эту экскурсию очень круто очень бомба вот Да, там прям водопад. Воздух такой чистый. Продолжение следует. Продолжение следует. Поедем. Здесь уже прям прохладненько. Когда поднимаешь сошушить закладку сильно. С непривычки. Классно здесь. Надо спросить, у нас саму верхушку поднимемся или нет. И где вообще-то предбрусь. Это что-то мы как эти. О, вон, все звука снега. Ух ты, блин, вообще круто. А там прям снега. Да, да, вон выше поедем. Получается вот на этой канадке. Вот она идет сюда. Вот она, вот она, вот она. И мы туда на нее поедем. Тут уже прям снег. Конкретный лежит. Вон. И мы поедем, получается, на самую макушку, наверное. вон. Так. Так. И кафешки. Очень круто. Вон. Вот. Ахватантин, наверное, пойдемте. Ахватантин наверх, да? Вон там, да? Поехали. Поехали. Там видно восточный обморок. Там очень внимательно. Выпросовые обмороны, да? Малышку, мальышку, мальышку. Получаются выбросы газа через огромный, мировый, так называемый, Теплые мегральные источники, это тоже такие иные скалы. Но на наши шеи стоят, но тем не менее не работали. Так, чуть ниже, но воплотанно стоят, что воздушно. Верху верфигально поднимается. Вот это тропа на восхождение. Если вы глотасы, то есть скалы, такая куча ко мне насыта. Видно? Вот. Но чем-то она напоминает Сейфрусию. Вот эта, может быть, скалы Поступова. И камни Поступова. И вылужники говорят, Поступова. Вот ножка си�, самое начало, основание скалки начинает с высотичься. Четыре восемь процентов года, вода по плану. То есть, как видите, наш ингроз намного-много выше. Но это вот появляясь в Европе. Поэтому наша коробка осталась в совершенствии Европы. Идут один раз, на который мы сможем почти виды. Сейчас мы будем отречать это пересмотреться. А еще вот вот эти громады, есть белый, постоянно покрыт снегом. И на Игрусе выше отметки 3-700, то есть на 300 метров выше нас, проходит так называемая снеговая линия. Выше этой линии осадки идут всегда, то есть вверху. У нас вот тут дождь, а там будет однозначно снег. Поэтому снег обновляется, Игрусик свеженький, снег он вчерашнего дня посыланный. Вот это получается главный Кавказский хребет. Получается, и нет, и нет, и нет, и нет, и нет, и нет. Здесь, если вправо повернуться, мы будем как раз, здесь как раз, где мы находимся, это Северный Кавказ, это линия, который тает. И вот она получается гора Игрусик, она как раз в вершине будет прикрыта облачками. И вот эти вот снег, который сходят ему 60 лет, то есть получается он когда 60 лет назад был на макушке Игруса, и вот он сейчас... Ладно, ползает, то есть снег и лед не закреплен никак на самой горе, он постепенно вниз идет, стекает, сползает, как это правильно объяснить. И вот здесь, а вот тут надо плохо, вот это озеро. Вот одно озеро, второе, и вот это, по-моему, третье озерцо. Их раньше не было, сейчас они появились. Буквально три года назад их еще не было. Так, мы идем дальше, с экскурсии. Да, прямо. Так, а вот получается вторая, вот это, как это, просмотровая площадка, вторая. Там было первое, это второе здание. Здесь тоже вообще бомбически съедет. Главное, вершине подкастового хребта. Давай там встанем, то лучше нет. Так, ну в общем, мы поднялись, это второй подъем. Там уже прям конкретно голова прям побаливает, как будто, ну как пьяно ходишь. Потому что воздух разряженный. Здесь, по идее, надо, ну, привыкать. Те, кто поднимается наверх, на Эльбрус, они сюда приезжают, в течение там пяти или шести дней, бывает даже десять дней, проходит у них как климатизация, то есть они по чуть-чуть поднимаются на гору пешком, спускаются, поднимаются, чтобы в конечном итоге подняться полностью на Эльбрус. Потому что, даже вот сейчас я здесь нахожусь, у меня уже голова как чугунная, я прям как будто пьяная вот, я прям уже вот хожу, она как бы, ну, воздух чистый, разряженный, но с непривычки прямо шлипец. Чувствуется это вот, как, ну, говорил гид, то, что так себе вот, да? У кого-то хорошо проходит, у кого-то акклиматизация, у кого-то так, ну, мне вот прям как пьяный иду, я живу. Сейчас я в Акаде спрошу, как они себя чувствуют. Как себя чувствуешь? Я как пьяный хожу, реально. У меня немного голова поваливает. Голова болит? Поваливает, да. Такое слетание. Нелённое состояние. Ну да, у меня вот прям на башку дает конкретно. Я сейчас не знаю, ты сейчас еще выше поднимешься, что там хреново не стало. Я готова без остановки, потом в одним цельном вакансе спуститься вниз и просто там поесть. Да, потому что фиговато, блин. Реально холодно. Холодно, да. Только не пойму, ну как подниматься? Вот эта ерунья? А, желтая хочет расти. Она желтая. На этой что-то, блин, плохо се станет, на этой, блин, и не слезешь. Получается, мемориал, да? Да, вот мемориал стоит. Это героем обороны Приэльбрусия. Да, в городе. Короче, это кто оборонял Приэльбрусия. Вот он. Солнышко вышло, немножко припыкает теплее. Ну да, сейчас надо очки снимать, одевать, чтобы ожогов не было, ну, загара. Как пандус, как он утрез. Блин, ну конечно, здесь прикольно. Вот сюда по-любому надо в жизни попасть, посмотреть на это все. Я не знаю, что Эльбрус это спящий вулкан. Ну да, здесь, кстати, вот это все, это лава. То есть, вот мы ходим, грубо говоря, полая. Это вот из чего этот пензу делают. Вот она. Огромные куски. То есть, вот это все пензу, что ногишка, вот она вся. куча, бля. Причем он не такой тяжелый, на самом деле, прям легкий. Да, вот это лава засохшая, настоящая. И вон они, куски огромнейшие. Это все, вот это все лава засохшая. Блин, пойдем, мне уже чудо реально дурно уже становилось. То есть, я тут еще уходу, это, рубанусь, бля. Вот мы поделись на самую последнюю точку. Уже вот тут стоят. кто наверх гоняет зимой года. Сейчас пойду их тоже сниму. Получается, самая верхняя точка. Голова, конечно, как будто ее там давлением сузили. Конкретно чувствуется. Ветер такой прошладный тут здесь. Так что, кто сюда поедет, берите шапки с собой зимние и какую-нибудь зимнюю куртку. Потому что реально холодно, прохладно. У меня вообще он шов тут. Горова, на самом деле. застой, искать всю Очень прикольно. Это, мальчик. Все�, люди, они, сейчас мы еще пойдем здесь посмотрим с этой стороны были вон тут конечно можно поехать купить путевку на этих снега ходах и подняться наверх на чувство если я куплю потом оттуда уже блин будут уже спускать уже правда и конкретно ох мы идем по снегу все-таки мы решили подняться чуть-чуть на яхт на что-то захерела без киска кай подожди подожди мне что-то плохо пойдем уходи спустимся дурно да ну его нахер могу сказать что здесь ловит мобильная связь а тут он 3 40 что-то наше фигуло штука приехал воздух конечно здесь туда на клачок поднялся и стоишь потом голова привыкает опять чуть-чуть поднялся опять постоял так уж если сразу бежать в обрак упадешь целая колбаса а а а а Субтитры делал DimaTorzok 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 Все горы в облаках Все горы в облаках Субтитры делал DimaTorzok Все горы в облаках Все горы в облаках В общем мы теперь спускаемся одни в кабинке Там сейчас пошел дождь, снег наверху Мы прям вовремя соскочили оттуда Там облака Начали все затягивать, холодно стало ужасно Качают ее конкретно Она поэнергичнее и быстрее едет Потому что тесо прям помедленнее Но там высота большая, там надо чтобы человек немножко Так как клематизация прошла Вот река прям течет Классно Офигеть, как красиво Прямо с горы Блин, ну так короче Если подниматься Прямо на самую вершину Это надо, блин, несколько раз так Подняться, спуститься, подняться, спуститься Где-то пять дней А только потом вот экскурсию Взять у этих На снегоходах Чтобы наверх Ну почему на снегоходах? Ты можешь и пешком туда пройти Не, можно и пешком Ну блин Так вот Вот сейчас мы пришли бы Сели бы на снегоходы Блин Там выморок бы упали бы И так там поднялись, да Сразу дурно стало Но они так на голову давят На голову сильно давят Прям, блин, конкретно Не, ну чтобы сюда подняться Это надо прям С полгода там бегать Спорном заниматься Там физо конкретное Чтобы Можно было такое восхождение звезд Сюда приехать на неделю Тут еще да Тусоваться Привыкать к воздуху Сейчас пойдем кушать? Да Сейчас мы купим шашлыков Наедимся Наедимся На чай, пожалуйста Потому что мы вообще не ели Нет, ну как С утра там очень позавтракали С утра поели, да Перекусили Хачином Пусть там где-то Это было 9 утра Мы должны перекусили Ну гид у нас вообще офигенный Прям вообще Все рассказывает Показала все хребты Объяснила где перевалы Где что Все прям подробненько Вообще молодец Все очень классно У тебя с юморком Сейчас проезжаем Получается такой красивый Водопад Классненький Мы до этого снимали Когда поднимали Сейчас вот Спускаем все Водопад А это все Да Речка А это все Получается лава Застывшая лава Одно осознание того, что Эльпус и Горана, на которой ты сейчас находишься Это Спящий вулкан Это прям Водораживает Если честно Это прям Какая-то такая мощь Сила Самое удивительное, что Здесь Еще вот какая-то травка растет Деревья Деревья Друга ниже начинают Расти А вот выше, где мы сейчас были Там даже трава не растет Вот там Вообще ничего Там просто Голые скалы Песок Даже травки нет Сюда приезжают вообще со всей страны И за границей тоже приезжают Кстати, когда мы поднимались Очень много было Немецкого языка Английский был Да? Ну, русский Я не обратила внимание Нет, ну это У кого восхождение Такие Да нет, ну это вообще по кайфу Вот, можно скоро приблизимся В общем, мы опять зашли покушать Взяли хачаны с мясом и сыром Сейчас нам принесут еще мясо Шашлыки Чай А? Овощи 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 на вангаре, да Здесь прям получается На кафе Когда вы спускаетесь Канадки Сразу За рынком находится Ну, много людей Знаешь, вкусно кормят Ну как? Вкусно? Вкусно И машины Принеси нам еще шашлычка Как это шашлык? Мне еще не пробовала Мне понравился, прикольный такой Ты уже приедешь? Да, и этот, который был, до этого как мы брали его мы все забываем. Лепешка. Лепешка, да. Вот но с сыром она просто бомба, а с мясом что-то нет. Так, еще нам принесли такие вот овощи на гриле. Ну не на гриле, на конфе приготовленные. На мангале. Вот такие вот десерт, чай. Вроде все, да, мы заказали, больше ничего не заказали. Все, сейчас пойдем потом покупать эти сувениры. Мы побегали под дождем, купили источник под дождем и что-то случилось с автобусом. У нас есть час-полтора, мы с нами другой автобус. У нас есть возможность, у нас не памятник Кубасовского, нам стопали наш бонус. Здесь же есть музей Высоцкого. Я даже не знал, что в Кабарде есть памятник Кубасовского. Сейчас пойдем посмотрим, что там есть. А здесь получается настоящая горная река. Вот где мы сейчас снимали, где мы под дождем были, она же вот здесь протекает. То есть это чуть-чуть ниже по течению. Вообще трэш. Прям мощная. Прямо конкретная. Если я здесь жил бы, я по-любому здесь в ней бы искупался бы когда-нибудь. Да блин, холодно. Ну да. Вот прям облака сели. Круто очень. И мы все замерзли пипец, как у нас все мокрое. Ноги мокрые, просто кроссовки, все хоть выжимают. Автобус только приедет через два часа. Ну где-то полтора, два. Наверное, два. Ну как обычно, в общем. Обычно, когда мы куда-то едем, что-то происходит. Хорошо, что я не пошел в дом, когда мы в этом будем. В открытой канавке ехать в чудес. О, вот. Это швед, да, получается? Чудесно. А? Да. Давай сойдем. А? И что? Давай с оплатином зайдем, посмотрим сегодня. Ну, я посмотрю, что там есть. Провады, все дела. В смысле, это просто улица? Нет. Неужели не красиво? Блин. Я уже наступил. В общем, мы пришли сюда в этот памятник. Памятник получается, как музей Высоцкого. Но это не музей Высоцкого, это просто как имени Высоцкого. Ну, просто как его музей. К местам. Здесь вот такой прикольный мопед. Мопед с шипами. Это прямо на Эльбрус у него восходить. Видел, как? Мопед. Сразу на Эльбрус. На мопеде. Ну, кто-то понимает, что вы так шили. Нашел, как у нас утюг на работе. Сергей нам подарил, Петровсов, такой утюг. Вот у меня на работе он есть. И здесь он, как памятник архитектуры. Ну, это памятник в музее утюг. У нас вот такая тоже штука дома лежит. Где-то. Дома дровяной, на дровах скопили. Писковки войны. Каска пробитая. Это ружье старое. И вот такой еще. А вот есть еще жернов. Такой вот. Ну, наверное, засыпали и маули. Ну, здесь, получается, немного Высоцкого. Высоцкого. Его выделили место, то есть гитара, но скорее всего это не его гитара. Ну а здесь животные. Здесь тоже чуть-чуть животных. Здесь честно какие-то странные они с какими-то перекошенными лицами. Обычно их немножко по-другому делаю. Как из фильмов ужасов. Как-то они перестарались. Тоже грызу. Тоже что они сделали страшное лицо. Ну это прям вообще ну что. Степ какой-то. Прикол. Ну да. Ну что-то это. Надо было как-то немножко покрасивее сделать. Обычно они как-то по-другому были. Более. Ну что мы посмотрели на фили. Ну барана ровная. Естественно выглядит. Да не мишку. Сейчас в общем зашли посмотрели. Видео поснимали. Стоит 150 рублей с человека. Ну честно это как-то ну дорого. Ну потому что там по факту. Короче оно вообще должно быть бесплатно. Потому что это не Высоцкому музей. А имени Высоцкого. Да это просто замануха такая. Короче клиентом какая-то полнейшая. Да. Ну там вы сами видели. Ну маленький такой музейчик. Ничего такого прям сверхъестественного там нет. Ну единственное вот только смешные чучелы с животных. Их вообще постёбы сделали. Чисто по приколу. Ну и там. Ну так вообще как бы не делают так лица. Ну там как-то более естественно красивее. Да. А он какие-то морды вообще. Да. Он перекошенный там. Из фильма ужасов про животных там. Из кладбища домашних животных. Да. Кладбище домашних животных. Когда они обратно приходили и в окна там бились. Это вот из этой пьесы. Ну да. Вон подъемку лошади было. Тут короче мы застряли пока мы это делают автобус. Тут какой-то местная улица. А тут лошадь есть. Вон она. Сюда идет. Красивая. Здоровая да. Красивая. Красивая. Ну все. Мы тогда возвращаемся обратно. А нет. Сейчас мы пойдем в кафе. Попьем кофе или чаю. Все равно мы мокрые все. Да. Левчонка там сидела кричала кричала. У меня я с меня не стекала. Что же так хотелось. Не. Ну прикольно здесь. Если честно. Шум такой классный. Вообще. Главное телефон не уронить в рисушку. О, а там кто-то сидит тоже в палатке. Я с телефона сидела. С телефоном? Да. Путешественник может какой-нибудь забрел сюда. Такая палатка. Прикольный вид у него вышел. Ах, вот мы поднимаемся. Тут кафе. Вот он эта замануха имени Владимира Целского. Кафе. Это мы зашли в местное кафе. Тут пока ждем. Пока автобус починят. Кафе. 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 Кафе только полукружки кофе. Кафе. 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 Мы поражали от души. Вилки какие-то грязные. Все ужасное. Ладно, меню нет. Но я не привередлива. Она на словах все рассказала. Ну блин, это волос в тарелке. Такие тошметки чего-то в кофе. И в кофе полкружки. Ну кипятка просто зажали. 50 рублей за это взять. Там вот стулечка кофе была. Короче, я возмущена до безумия. Пока мы так могли влядаться. Короче, вот ему памятник к высотскому. Вот кого проезжаете здесь. Памятник и кафешка. Вот это. Куда не стоит заходить. Бар называется. Какой-то пупец. Блин, ну что-то у них так не ахти. Ну, может быть, нам так повезло. Как обычно. Повезло сюда попасть. Для того, чтобы предостеречь других. Давай, не сюда. Держи. Оля, стоять. Давай я держу Тут подзатопило и по-другому не пройти И вот она ступенька наверх Лестница, блин Офигеть Крызец Вот это Пипец Как тут идти-то Наш автобус Наш автобус Папа Продолжение следует... 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 Продолжение следует...